Школа номер один. Имени легендарного командарма Василия Кузнецова. Здесь всегда очень бережно относятся к истории родного города, родной страны, особенно к военной истории. И на днях мы решили показать ученикам этой школы документальные фильмы, сделанные нашей телекомпанией и посвященные герою Советского Союза Константину Аверьянову и его семье. Молодежь на самолет. Такой кризис был угрожен в стране в начале 30-х годов. Дело в том, что при бурно развивавшейся авиационной промышленности ощущалась острая нехватка авиаторов. Выпуск самолетов разных типов опережал подготовку летных кадров. Общение с местными механиками Константин подкрепляет теории авиации. Пятиклассник Аверьянов собирает во дворе школы и на пристани речного вокзала своих друзей на импровизированные лекции. Он рассказывает им о типах моторов, самолетов, о полетах Валерия Чкалова, о многом другом. Он вступает в комсомол ради того, чтобы попасть в аэроклуб. Движение-то было очень массовое. Особенно хим, кружки по ВХО. После просмотра фильма мы провели своего рода медиа-урок. Рассказали юным зрителям, как шла работа над фильмом. Кто входит в творческую и цивилизионную группу, какие обязанности у каждого участника съемочного и монтажного процесса. Рассказали, как долго и непросто шла работа над сценарием фильма, ключевым элементом любого сложного телевизионного продукта. Очень приятно, что сегодня мы вместе с вами, ребята, именно с вами, посмотрели вот этот фильм. Вот я смотрю, больше всего отклик нашло не столько его боевой путь, сколько его человеческое отношение с сестрой, с собакой, с его другом. А вот вспомните-ка, какое наставление он давал своей сестре. Вот вы говорили о том, что семья – это очень важно. Какое наставление своей младшей сестре он давал? На что он пытался обратить ее внимание? Кто помнит? А что значит «все есть»? Тепло, еще, уют, еще. Да, еще. Вот, посмотрите-ка, дом, уютно, тепло. А если такое создано дома, значит, какое отношение взрослых к детям? Ну, хорошее, это значит какое? С любовью. С любовью, с заботой. И вот эти качества, посмотрите-ка, были возвращены в самом Аверьянове, да, в его детстве. Восьмиклассники живо интересовались подробностями жизни Константина и Анны Аверьяновых. Наш фильм мы построили как историю семьи, в которой драматично отразилась история страны. И назвали фильм «Брат и сестра». Ребятам особенно запомнились история с собакой Костя Аверьянова, Болтиком, который вместе с ним летал на штурмовике Ил-2 в боевые рейды. И образ младшей сестры Анечки, которая до конца своих дней хранила память о своем героическом брате, выжившем в самых страшных сражениях Великой Отечественной и погибшем в 46-м году во время тренировочного полета, когда ему было всего лишь 23 года. Хоть он и не был выпускником нашей школы, но его имя прочно вошло в историю города. И мне кажется, в нашей школе, которая традиционно поддерживает вот эти связи человеческие, личностные связи, в музее мы открыли целый стенд, посвященный Аверьянову. Недавно в одном из классов этой школы учителя и их ученики открыли парту героя, посвященную Константину Аверьянову. Теперь у школы есть и фильм об этом вечном юном герое Советского Союза, который педагоги первой школы пообещали регулярно показывать на уроках истории своим воспитанникам. Продолжение следует...